Сегодня читаем книгу Маславин Нурья, раздел «Капли», раздел «Решхалар» в оригинале. Мастевин-Урья, книга «Устала Бедузмана Саиду Руси», которая была написана после Первой мировой войны, когда еще не сформировалась Турецкая республика, когда исламский мир находился в таком состоянии, в состоянии, когда халифат Османской империи, Османский халифат был разрушен, многие исламские институты, мадресе, ученые, мечети были разрушены, и был такой переходный состояние к новому времени. И в это время Мастевин-Урси искал такие пути интеллектуальные, научные для просвещения мусульман и людей, и образно говоря, для того, чтобы как правильно новому миру донести Куран, в смысле, которые хранятся в Куране. Причем, потому что после развала Османской империи, после Первой мировой войны, образовался совсем новый мир, мир евроцентричный, где в основном западные науки, западный взгляд, как преобладал, да, философии, атеизм, материализм и так далее. И нужен был всему этому новый коронический ответ. Новый коронический ответ нужен был. И в то время в своем внутреннем мире искал ответы на эти вопросы, и те темы, которые он находил ответы, он быстренько записывал. Быстренько записывал. И вот появилась такая книга, которая называется «Маснави и Нурия». Тут как бы «Маснави», почему «Маснави», потому что это идет отсылка к трудам Мевлянаджарадин Руми, где были такие небольшие-небольшие темы. «Маснави» означает двустрочие, да, то есть Мевлянаджарадин Руми писал в стихотворном стиле из двух строк, и такие небольшие-небольшие темы. Или же еще «Маснави» означает, когда ты объединяешь две вещи, то есть, например, тело и дух, да, или в Куране много из таких вот тем, да, тело и дух. Этот мир, Дуния и Ахрад, да, и тогда очень много из таких двойственных вещей в Куране. Второй смысл — это, да, и здесь краткими такими темами Устат Банюзман Циндустей записывал те смыслы, которые ему приходили как ответы. В результате этого была написана эта книга «Маснави Нурия», которая выбирает в себя буквально 10-11 различных тем, маленьких подкниг, как бы, да, тем. И эта книга, Устат Банюзман Циндустей называют ее, как бы, «семенем Ресалинур». Те темы, которые тут в сжатом виде описаны, они в Ресалинур описываются в более раскрытом виде. То есть уже потом Устат Банюзман Циндустей, то, что писал книги «Ресалинур», он более раскрыто, более подробно раскрывал те темы, которые в «Маснави Нурия» в сжатом виде написаны. Так, мы почитаем один из разделов этой книги. Эта книга «Маснави Нурия» переведена на русский язык, издана. Она еще была издана в 17-м году, переведена, издана издательством «Энварн и Шият», переведена была нашим коллективом. Ее можно приобрести и в печатном формате, а также можно почитать у нас на сайте. «Ресале.ру-нур.ком». Читалка, библиотека, там тоже можно почитать перевод этой книги. Также есть еще перевод и других изданий, но мы на сайте изучаем перевод нашим изданиям. Бисмилляху рахману рахим. Напоминание. Доказательства и аргументы, объявляющие нам о Создателе мира и дающие его познать неисчислим и не смех. Самыми же великими из них являются три. То есть, конечно же, доказательств, аргументов, доводов того, что есть Создатель этого мира, есть Аллах, их сосчитать невозможно. Но каждая вещь в этом мире является своего рода доказательством существования Аллаха. Да ведь? Очень много. Различные ученые в различные времена, эпохи, ученые различных школ, направлений, научных дисциплин, они различными методами и способами доказывали, каждый по своему, опираясь на свои знания и свою науку дисциплину, доказывали, аргументировали существование Создателя Вселенной, существования Аллаху. Их очень много. Здесь у Создателя Сан-Сен-Урси все эти доводы группируют в три основные категории. И в эти три категории входят все существующие доводы. Первое доказательство – это сама Вселенная. Вселенная. То есть, что такое Вселенная – это мир, в котором мы живем, который нас окружает. От маленьких атомов, молекул, до огромных звезд и галактик. То, что все, что существует, это называется у нас на русском языке, мы эту Вселенную называем на арабском языке, Кау. Каинат. Каинат – это множественное число от слова Кау. Каун – это существующая вещь, находящаяся в бытие, существовании. Каинат – это множественное число. То есть, все, что существует. То есть, все сущие. Это синоним слова Вселенная. В русском языке – все сущие. То есть, все сущие в этом мире, сама вся Вселенная является доводным Вселенной. Тут немного такое дает расшифровку. Слово Вселенная. Великая книга. Некоторые знамения, которые мы уже видели и слышали. Великая книга. Вселенную представляет Великой книгой. То есть, почему? Потому что Вселенная – это книга, но написанная не словом и буквами, а элементами. Ее тоже можно читать как книгу. Не говоря, что нужно, чтобы ее читать и понимать, какие смыслы автор доносит на нас. Также и Вселенная – это является книгой. Значит, ее можно читать, изучать. Но если мы посмотрим, все существующие книги сегодня в мире, все научные исследования, все книги по физике, по химии, по биологии, по истории, по философии, по религии и так далее, все они, все эти знания в этих книгах взяты откуда? Из этой Вселенной, которая окружает нас. То есть, все существующие книги, они являются чтением, прочтением этой Вселенной. Книга по физике, она читает нам эту Вселенную с точки зрения физики и так далее, и так далее. Поэтому основная книга – это вся Вселенная. А все остальные уже книги, которые пишут люди, они, изучая эту книгу Вселенную, они пишут какие-то ее, скажем так, перевод на наш язык человечества. Второе доказательство – это пророк Мухаммад сираллова Али. Это величайшее знамение книги Вселенной. Печать всех пророков и ключ к сокрытым сокровищникам. Второе доказательство – это пророк Мухаммад сираллова Али. Это завершающий пророк Хатемаль-Эн-Бия. Мы знаем то, что в человеческом роде была такая истина пророки. Никто этого не отрицает. И верующие, и неверующие, к какой бы категории люди не относились, даже атеисты признают, что были такие люди, которые пророком назвали. Институт пророков. Пророки – это люди, которые приходили, вернее, к которым приходило откровение Всевышнего, информация. Через них Всевышний Аллах эту информацию передавал людям. Пророки были передатчиками информации Всевышнего, были образцами. Для своего народа, к которому они приходили. И последний пророк, завершающий пророк, это пророк Мухаммад сираллова Алисаллим, который пришел ко всем народам, ко всем людям до конца времен. Как до завершающей пророк. Поэтому пророк конца времен называется. Пророк Ахил Замана. Конца времен. И пророк Мухаммад сираллова Алисаллим, поэтому мы же сказали, что Вселенная – это книга. Пророк Мухаммад сираллова Алисаллим является самым великим аятом, знамением этой книги Вселенной. И ключом к знаниям. Таким знаниям, которые являются гаймом. Для людей сокрыты. На самом деле они явные, но к ним нужно поднавлять ключ. Так и живой, да? Например, тебе нужно открыть какой-то файл, документ какой-то на компьютере, в котором есть знания. Он перед тобой есть. Но у тебя нету ключа, чтобы открыть. Код надо ввести. Вводишь код, ключ, открывается документ, и перед тобой открываются огромные знания. Так вот пророк Мухаммад сираллова Алисаллим является таким ключом. Без него к истине прийти невозможно. Без пророков есть не прийти невозможно. А с нам, людям, живущим сегодня, без пророка Мухаммад. Потому что он завершающий пророк. Некоторые люди ошибаются, они говорят, что вот есть различные религии, верования, каждому свое. Типа русским, это христианство, там евреи, евреи, иудаизм, там, скажем, русским, это православие, католицизм кого-то, кому-то там индуизм и так далее. Нету такого. Курлю турок кун масдуд илля аль-бинхаджин Мухаммади. Все дороги закрыты. Превышний закрыл все дороги. Все пророки, Моисей, Иисус, Авраам, Идур, Итро, Итро, все они приходили в свои времена к своим народам и приносили информацию нужную для них. Последующий пророк приходил с обновленной информацией для уже своего народа. Своей эпохи. И люди этой эпохи, они должны были идти за ним. За новым. Вот избираешь президента страны. Если народ идет не за новым президентом, а за предыдущим президентом, это что такое? Мятеж. Страна будет хаос. Так же это. Пришел новый пророк, люди должны следовать за ним. Пришел последний пророк, завершающий пророк Мухаммад, принес завершающую полноценную религию, которая выбирает в себя все предыдущие религии. Самая полноценная, самая точная религия и книга, Куран, которая выбирает в себя информацию всех предыдущих книг и дополняет еще их, которая самодостаточна до конца времен вообще, до всех людей. И поэтому дороги религии, законы Моисея, Авраама, Иисуса и так далее, они закрыты. Они передали их стаффету. Если сегодня воскреснут они и у них спросить, они так и скажут своим последователям. Деревайте за последний пророк. То есть, Курлут Туроку Махдуду Иль Милхач Мухаммад. Все дороги закрыты, кроме дороги Пророка Мухаммада. Единственный путь это он. Только через него, через информацию, через знания, принесенные им, можно достичь истины. прийти к истине и жить так, как крепует от нас Сознатель Вселенной. Аллах. Другого пути нету и невозможно быть. Ну, человек, который это понял, познал, принял, этих людей мы мусульманами называем, мусульманами, который покорился этому, последовал за этим. Для него это я. Мы видим истину. Тот, кто не познал, конечно же, он это не видит. Поэтому, мы говорим, что по Мухаммаду это ключ к сокрытым сокровищам, ключ с сокрытым знаниям. Человек, который этот ключ не взял, не применил, он этого не видит. Чтобы взять и применить, что нужно? Нужно произнести шахану и воспользоваться этим ключом. Пока он это не сделает на этом, к сожалению, не улетит. И третье доказательство это Куран, Коран. Толкование книги мироздания и довод Аллаха перед его создания. Очень интересный. Мы же всегда, когда читаем Дарсель Сырбур, мы говорим, что вся суть заключается в терминологии. Суть заключается в тех терминах и понятиях, которые написаны в этой книге. Если понимать термины и понятия, то эти термины и понятия передают тебе суть знаний. Мы это прочитали в Толкование книги мироздания, Дарсель Сырбур, Аллах перед его создания. Это не просто слова, да ведь? Толкование книги мироздания. Тут все связано, видите? Книга мироздания вселенную мы изначально назвали книгой. То есть Устадо разносит он дал ей определение. Вселенная это книга. Значит, Вселенная несет информацию. Значит, нужно что? То, что эту информацию нам может растолковывать, объяснять. Знаете? Ну, например, есть какая-то информация, которая не на нашем языке, мы ее не понимаем, не знаем, есть имя, которое ее растолковывает, нам объясняет. Учебник. Знаете? Когда мы идем в школу, изучаем учебник по математике, по химии, по биологии, по зоологии, по физике, на самом деле мы изучаем книги, которые растолковывают нам вселенную. Все эти книги рассказывают о чем? О вселенной. Так вот, Кур'ан это такая же, только самая, как скажем, объемная такая книга, которая учебник, который нам растолковывает эту вселенную. Растолковывает. Объясняй, что к чему в этой вселенной. Но в чем же разница Кур'ана между другими науками, между другими книгами по физике и так далее и так далее. Тут вот было для этого как раз таки была тема, которая это и описывала у нас. Здесь вот в конце этой темы есть 14-я капля, которая как раз таки это и мы к этому повернемся. Сейчас мы к этому значит три этих довода сказали. Первый довод это вселенная это книга, несущая информацию. Значит нужен учебник нам растолковывающий эту книгу вселенной, потому что книга вселенной написана как бы не на нашем человеческом языке. Нужен на человеческом языке растолковывающий учебник. Этим учебником является Коран. Ну я сейчас так вот упрощаю. Этим учебником является Коран. И нужен учитель. Учебник без учителя не бывает. Ученики ничего сами не смогут научиться. этим учителем является Мухаммед Русси. Ну это элементарно ты приходишь в школу, изучаешь физику, химио-диологию. Эти учебники учат нас о вселенной. они растолкуют на вселенную. Переводят на человеческом. И есть учителя, которые нам разъясняют. Так вот, главный учебник по вселенной это Коран. Он написан, вернее он является словом непосредственно того, кто сделал это вселенную. Создал все остальные учебники физико-химонии являются словами людей, которые изучают только это творение Аллаха. А Коран непосредственно от первоисточных. И учитель есть. И преподаватель по этому учебнику Мухаммад Савалам Салю. Благодаря которому мы понимаем как изучать учебник и как сопоставлять его с этой целью. Видите, поэтому здесь вначале старая книга называется «На с нами юблей» и один из мыслов на с нами это парные вещи то, что тело и дух. Видишь тоже. Коран Мухаммед вроде бы это религия ислам мы обычно изучаем, но вдруг вселенная. А какое отношение имеет вселенная к линии? На самом деле вселенная очень большая отношение имеет. Потому что вселенная Коран нам растолкует эту вселенную. Мы живем в этом мире, в материальном мире. Поэтому религия от материального мира не отдельно. две эти вещи в Коране объединяются. Коран объединяет манаверт духовные мыслы с материальной вселенной. Трактует на материальную вселенную. Две эти вещи объединяют. Поэтому. Итак, мы перепрыгнем, тут не будем читать первую, вторую, третью каплю. эти капли они про пророка Мухаммана савалу алиэссалям. Мы много нас читали, мы перепрыгнем сразу на последнюю каплю, на четырнадцатую каплю, которая описывает нам Коран. И почитаем один только вопрос сегодня, чтобы слишком тему не разумевлять в разные стороны. Мы сказали, что Коран это учебник во Вселенной. И мы сказали, что те учебники, которые мы изучаем в школе по физике и химии, они тоже учебники, которые объясняют на Вселенную. В чем же разница Корана, то есть его объяснения и объяснения вот этих научных учебников. Коран, обходя стороной одни философские вопросы мироздания, в то же время неопределенно либо обученно указывая на другие, тем самым проявляет одну из сторон своего чудесного красноречия, которые мы раскроем в шести особенностях. Первая особенность. Вопрос. Почему Коран не говорит о Вселенной так же, как это делает философия? то есть философия тут подразумевается наука. То есть наука, которая современная наука, которая как бы разработана человеческим умом. Мы сказали, что Коран это от источника самого создателя учебник по Вселенной. А остальные науки это люди сами изучают эту Вселенную. называется философия. Ответ. Философия, то есть науки, скажем так, эти, отклонилась от Истины. Она рассматривает Вселенную отдельно от ее Создателя, с точки зрения самой Вселенной. Коран же, неспослан от истинного Творца и, следовательно, является истиной и к истине ведет. Он рассматривает все сущее в буквенном смысле, использует его как знамение, указывающее на Создателя. То есть если просто сказать, да, наука, философия, наука, физика, химия, биология, эти все, предметы, они изучают буквы книги, то есть из какого материала состоят эти буквы, как и вы их размеры, как они выглядят, сколько есть букв в этой книге, из чего состоит бумага и так далее. Смысл они не трогают. Ну, способ нужна химия и так далее. элемент атом, из чего он состоит, почему он из этого состоит, как он двигается, как он не двигается, скажем, биологию изучают ботаника растений, из каких элементов состоят эти растения, как они растут, как они плодятся, размножаются и так далее. Анатомия человека изучает, как он из каких органов состоит, функционирует то-то, сё-то и так далее. То есть они изучают на самом деле как будто буквы этой книги, не говоря о смысле. Не могут соединить слова, слова предложения. Они изучают только материальные строения сирены. Так оранжи изучает мыслы, написанные в этой книге. Вот этот раздел говорит об этом. Он не изучает из каких букв состоит, каков состав чернила, аков состав страницы и так далее. Коран не изучает из каких элементов состоит эта вселенная. Почему земной шар круглый или это не круглый, солнце там крутится или не крутится, земной шар крутится или вертится. Все это он не изучает. Коран изучает для чего то что это говорит каков этого смысла то есть отвечает на 3 4 вопроса откуда это появилось куда это уходит из какой цель вот коран отвечает на эти смысл ни одна наука смысл не несет она изучает только состав и характер движения и поведение смысл и несет кара это главное отличие от обычных учебниках галатичи река пчелы мысла твопичи потому что кара это от самого источника создателя вселенной поэтому только он может передать мысль значение науки люди они даже не поняли что вселенная это является книги они даже это не смогли понять и осознать поэтому тут он было сказано маная снимая харти маная смерть когда мы говорим какой красивый цветок амана и харти мы говорим как красивый цветок сделал это два разных очень важных цена вся наука говорит какой красивый цветок а коран говорит как красивый цветок создан дел и от этого появляется смысл а что-то его сделал тоже его сделал какой тот то его белый цветок почему у него сделал на чего у него сделал и так далее и от этого появляется религии появляется культуру появляется смысл появляются знания появляется историю да много-много-много всего следующий вопрос почему коран в отличие от науки описывает суть форму и движение больших и малых тел неопределенно ну ну наука на жизнь иной шар такого-то размера крутится вокруг своей силы вокруг солнца там солнце такого-то размера скажем а тут не крутится плане это солнце там движется туда на посадку коран когда говорит о солнце о плане о земле он говорит когда так вот неопределенно завуалируем ответ таких вопросах предпочтительны и более уместны неопределенности в общении вселенная упоминается в коране косвенным образом для того чтобы привести доводы о всевышнем аллах и о его качестве первое условие доказательства аргументирование состоит в том чтобы приводимые доводы были очевидными и более известны в сравнении с доказуем то есть это что-то доказываешь то довод аргумент должен быть людям понятия если он будет непонятным то люди не смогут прийти к результату потому что ты хочешь им объяснить это как если бы коран как того желают люди науки говорил познайте величие всевышнего аллаха грядя на неподвижность солнца и на движение земли тогда довод был бы еще менее ясным чем доказуем в результате большая часть людей на протяжении длительного периода истории будучи не в силах понять это выбирала бы путь отрицать то есть когда люди точно узнали что земной шар круглый крутится вокруг солнца тут они нарушали когда она как бы условно стоит вели где маршат путься вокруг него относительно недавно когда дать коперник об этом сказал в европе его что сделали то есть поэтому говорить людям об этом людям которые не понимают этого и не могут к этому это бессмысленно то есть ты хочешь доказать существование аллах и говоришь им то что для них является вообще непонятно люди жившие тысячи лет назад в 500 лет назад 1400 это вращение земли то что земля круглый она непонятно целью корана не является им объясните строение солнечной системы целью корана является посредством солнца и земного шара земли и творение в этом мире людей привести к существу поэтому он говорит то что понятно всем людям и он это говорит так чтобы во втором во вторичном во второстепенном третий степенном значении когда люди уже откроют что земной шар круглый крутится вокруг солнца можно идти из его слов это вывести эти мыслы поэтому коран говорит об этом завуалируем так чтобы понимали и люди которые живут и тысячи лет назад и которые живут сегодня потому что целью является не объяснить строение земли и сумма цель является доказать существование однако наставление на истинный путь должно соответствовать степени понимания основной массы общества наставляем на истинный путь то есть донесение дороги если должно соответствовать степени понимания основной массы общества в тот или иной период времени вместе с тем доступность для понимания большинства не лишает пользы меньшинство противном случае большинство не сумеет избить за себе пользу ввиду преподаватель учитель когда объясняет какую-то тему в школе он же объясняет ее так чтобы в классе понял эту тему даже самый скажем так говорить мягко говоря глупый ученик если будет ориентироваться только на самого отличника то большинство классе не условия урок если коран будет ориентироваться на людей 20 21 века то что все остальные времена как люди живущие в восемнадцатом семнадцатом в девятом седьмом веке что они разве не осталось должно остаться без знаний конечно же поэтому коран ориентируется все люди это как класс который преподает коран она ориентируется на понимание всех людей без этого понимания большинства и меньшинство может избить более глубоким в этом и заключается чудо коран то что в одном предложении и простой человек и самый глубокий ученый могут извлечь свои смысл во вторых одним из свойств призыва к истине является соответствии действий наставляющего взглядом в простонародье всеобщим чувством и степени понимания основной массы общества для того чтобы не оттолкнуть их от истины и не привести ее к отрицанию то есть цель для людей донести истину чтобы они это ты понял усвоен а если будешь говорить так как им непонятно неприятно ты их отопнешь исходя из этого самое крестоличивое обращение к обществу должно быть ясно легким и простым чтобы общество не оказалось бессильным понятием оно должно быть кратким чтобы не не наскучить и обобщенным чтобы не отвергнуть от себя лишним разъяснений это вот стиль коран из этого стиля крана на самом деле получаем урок как нужно доносить людей истину урок иршана третий коран описывает состояние создания во имя их создателя они ради самих творений в этой связи самым важным состоянием вселенной согласно корану является состояние обращенное к ее создателю наука же не принимает во внимание создателя говоря о явлениях вселенной ради них самих к тому же коран обращаясь людям учитывает понимание единиц большинства чтобы они стали обладателями осознанного проб и познания наука же говорит только с учеными не учитывая простых людей в итоге простонародью остается лишь подражать в этой связи отсутствие в коране научных подробностей или оставление их ясными точки зрения всеобщей пользы и выгоды абсолютно неумест абсолютно уместно и мудро в этой связи отсутствие в коране научных подробностей или оставление их неясными с точки зрения всеобщей пользы и выгоды абсолютно уместно и мудро то есть коран говорили то чтобы коран описывает вселенную и явление во вселенной чтобы доказать показать что это творение а наука описывает вселенную явление в этой вселенной ради них самих она не ставит себе целью познать поэтому наука обращается только к ученым пока она обращается ко всем и поэтому конечно коран что научные подробности будет или не упоминать вообще или же упоминать их но таким второстепенным тратистепенным как бы образом четвертых поэтому такие вещи в коране обнаруживают тогда когда они станут явными люди некоторые вещи но как это что-то постигает потом смотрят об этом есть в коране как вот нашли то что два моря и вниз сливаются когда наука это нашла потом они увидели об этом например там есть про пчел там и надо и слушал не знаю то что у пчел там у главы матки пчел там сколько ты 16 храма сон что мы там что-то еще короче оказывается в коране аят который описывает чел 16 и подробности не знаю что цены наподобие это то есть конечно же раньше людей не могли это кран описал пчелу как там то что она делает мел она ничего не знаю делает как уникальный бед пчел уникальный этим самым показывал что одно творение аллаха а уже зашифровано там видишь есть как раз даже данный храма сон который только со временем четвертых коран эта книга освещающие все времена и наставляющие всех людей коран эта книга которые предназначены для всех времен и для всех людей в этой связи красноречие наставления требует избежание споров касательно очевидных на взгляд большинства людей вопросов для того чтобы это не ввело их заблуждение нет необходимости менять представление о привычных очевидных для большинства людей вещах более того то что согласно основную задачу не понадобится большинство необходимо упомянуть лишь вкратце или вовсе предупредить им ведь речь идет не о природе и не а сущности солнца но последствием изложения таких удивительных функций солнца как освещение миром служение центром мироустройства всеобщему мышлению демонстрируется величие могущества создать вторая особенность у аджи аль на щамса сиро и солнце сделал стильника вопрос почему солнце описывается как светильник если согласно науке она не подчинена земле а наоборот земля является центром которым почему земля и планета то есть получается прийти коран когда описывает природу явление в этой вселенной он описывает их так что поняли большинство людей многие люди поняли с целью привести их сознание к дворцу кома поэтому когда коран говорит о солнце кран напоминает именно те функции и качества посредством обам которых он может будет показать аллаха на пир освещение мира служит то что служит центром мироустройства то есть солнце всеобщему мышлению демонстрируется величие могущества создатель не вникает в подробности потому что подробности и там они запутают людей общее поэтому корана при описывают солнце как светильник но тут может пойти на ум да вот такой приходит вопрос сомнений солнца много больше земли и земля почти на солнце как она может быть светильником светильник это что-то такое маленькое и подчиненное кома ответ выражение светильник лампа светильник до сираль в арабский до указывает на представление о мире как о некое дворце где творения это содержимое и украшение этого дворца а солнце своего рода лампа дающие свет его жителя то есть удивительные красноречий каранда он не говорит солнце в миллион раз больше земли я на этом такой-то у нее температуру такая столько и плёска в стоках по досугам это дает только такой какой-то ужас мрак страны солнце это с этим то есть позитивную сторону передает и этим самым воображению и человека выстраивает такое вот представление вселенной вселенной это как дом что есть дом доме из хотели помимо этого выражение светильник напоминает от исходящий от господства всевышнего всеобъемлющие милость и а степени содержащихся в этой милости благ и дорог а также объявляет о единстве величие правления всевышнего таким образом огромное солнце избранные многобожниками в качестве объекта поклонения является всего лишь подчиненным несущим обязанность освещения дворца мира как известно мечта безжизненно служащие лампой совершенно недостойно поклонение солнце это центр на самом деле нашего мира не будет солнцем и не было бы жизни ему не существовать солнце всего лишь слуга солнце аллах таким сотворил посредством этого солнца устроил тут жизнь сколько всего красиво поэтому говоря светильник лишь каранты не управляет на всевышний аллах эти смыслы и через это дает понимать сколько смыслов об аллахе в его устроении вселенной третья особенность основными цельными и базовыми элементами корана при условии повиновения всевышнему а на пути являются четыре вещи единобожие талфейд пророческая миссия риса на воскрешение из мертвых ащет праведливость другим план ты вопрос являются лишь средствами достижения этих целей в этой связи подробные возъяснения этих средств противоречит правилам поскольку занятия ненужными вещами отдаляет от цели поэтому одни вопросы мироздания превосходно излагающий коран обошел стороной другие ставим неопределенными а третий плену обобщен то есть коран же не учебник по физике или по астрономам кран учебник по скажем образно говоря смыслом которые всевышний аллах передает на поэтому самые основные цены тема крана это и на боже это уфит но вот пророческая миссия хача и ада справедливость то есть законы поэтому другие все вещи да они являются лишь средствами для того чтобы прийти к этим то есть вопрос солнца земли воды и человек растений все эти вещи кран использует как средство к инструменту чтобы привести к единобожию объяснить это ухит существование единого бога что-то объяснить хача воскрешение из мертвых до коран когда объясняет коран какие-то явления событий в этом мире используют как средство объяснение например что зиму и весну то что погибают зимой многие растения и насекомые и весной они оживают и спешают с коран приводит как средство как долго потому что также вас воскресит заново человеческое и творение внутри утром матери его благотворение изначально из двух капель воды скажем на там человеческой семени коран то что человек создается с его органы коран приводит долл для доказательства то что и второй раз область вас может поэтому он упоминает об этих средствах столько в таком количестве в котором необходимо для доказать не основной цель единобожния хачева и это запутает людей и не приведет цель это вполне ясная принципе вещь поэтому коран некоторые вещи описывает подробно некоторые лишь обобщенно или неопределенно потому что он используется как средства но конечно же в коране все тростепенно степенно смысл если изучать можно любую тему найти на самом деле многие люди даже мусульмане об этом не знают крайне хотя в крайне знает в народ все что сухое и мокрое то есть в коране есть все все научные данные все исторические события все связанные с сегодняшним днем с прошлым временем с будущем все в коране но есть в на каком-то уровне не каждый будет все понять потому что главная цель корана это не передать эту информацию главная цель корана привести человека к этим четырем целям единобожие пророческая миссия воскрешение и справедливость то есть как это большая часть тех кому обращается коран это простые люди не способны к восприятию тонкой и сложной части божественных истин если если необходимо приблизить к их пониманию с помощью примеров и общения поэтому коран с одной стороны из-за белую примерами а с другой вообще вопросы которые будут открыты в будущем поэтому вот это очень важно ведь поэтому коран со мной стороны изобилует примерами то есть приводит людям примеры из их повседневной жизни потому что на этих примерах люди могут понять эти высокие истины а с другой стороны коран обобщает вопросы которые будут открыты в будущем потому что то что открыто во двадцатом веке человеку живущему в десятом веке это не нужно он этого не поймёт почему об этом говорить на этом я думаю мы сегодня можем остановиться если у кого-то будут какие-то вопросы или кто-то захочет мою мысль поэтому просто тоже изложить то что он понял поделиться с братьями и сестрами вы всегда можете написать об этом нашей группе есть чат для обсуждения темы риса дур там может быть там в описании подачи на этом заканчиваем наш урок ассалам алейкум алейкум друзья чтобы иметь доступ к книгам риса лейнур аудио видео и актуальному интересному контенту переходите по ссылкам в описании или по qr-коду на вашем экране Вносите свой вклад в распространение ислама и укрепление имана.